всем привет с вами александр лебедев давно не было новых видео на канале вы наверное подумали что уже все канал загнулся но нет просто было много других дел была учеба сессии на работе завал да и просто как-то времени не хватало но зато у меня было много идей я много обдумал и теперь с новыми силами я готов записывать видео идей для видео очень много поэтому даже не знаю с чего начать а что касается моего основного проекта то я большую часть уже сделал и пишу диплом по этому роботу но будет еще две больших темы одна из тем это будет обработка данных с энкодеров здесь их стоит три на каждом двигателе и здесь мне нужно еще поработать чтобы более качественный контент вам заснять это будет интересно тем более что просторах русского интернета почти информации нет приходится лазить по иностранным формам и то в основном информацию каких-то арабов есть и вторая большая тема для основного проекта это инерциальная система то есть я хочу поставить туда гироскоп акселерометр и обрабатывать данные чтобы робот знал свое положение в пространстве это поможет в навигации его как вы могли догадаться из названия видео сегодня мы начнем новый проект мы соберем четырехколесного робота на arduino сделаем под него новую плату управления вместе с драйверами и еще различными прикольными штуками напишем под него управление и порешаем некоторые задачи из робототехники и чтобы не пропустить самое главное подпишитесь на канал ваша подписка очень важно для развития канала любой проект который вы начинаете начинается с идеи с эскиза набросков идея робота очень просто я хочу сделать роботу у которого будет четыре колеса также я хочу подключить к роботу bluetooth модуль чтобы можно было управлять либо с телефона либо с компьютера и еще хочу сделать на плате много разъемов под различные датчики можно будет поставить дальномер или датчик линии в зависимости от решаемой задачи после того как у вас в голове сложилась идея вашего робота нужно набросать конструкцию сейчас интернете довольно много конструкций роботов и если полазить по форумам или по специальным сайтам можно найти модели либо в солиде либо еще в каких-то других программах потом вы просто делаете реальную модель на основании вашей компьютерной модели и собирайте робот конечно вам никто не запрещает разрабатывать свои конструкции делайте творить это ведь реально прикольно сделать что-то новое то что ни у кого нету но в данном случае я использую небольшой чит сейчас у меня уже есть конструкции робота которые подходят под мои требования вот она около года назад я купил его в китае но довести дело дома так не удалось но вот настал тот день когда этот кусок пластика перестанет лежать без дела пока у меня было время я сделал полную копию трехмерной модели данного робота все размеры должны совпадать все файлы можно скачать по ссылке выписать достаточно только скачать файлы сделайте сборки чертежи в формате dvg или dxf и потом вырезать все нужные детали на лазерном станке и давайте более детально посмотрим как устроена конструкция роботов сзади находятся два ведущих колеса которые будут управляться через драйвер tb6612fng который я использовал в своем предыдущем проекте спереди стоят два пассивных колеса которые просто вращаются но с помощью такого нехитрого механизма происходит изменение направления движения угол поворота регулирует вот такой сервопривод который управляется с помощью платы расширения управление происходит под действием шим-сигнала для того чтобы робот мог ориентироваться в пространстве будет установлен ультразвуковой дальномер который будет вращаться с помощью вот такого небольшого манипулятора с двумя степенями свободы на корпусе робота также имеется вот такой удобный вырез и в дальнейшем я его буду использовать для закрепления датчика мозгом робота будет микроконтроллер arduino uno почему именно он спросите вы да потому что он простой на не вполне хватит сигналов шимов для управления двигателями и также в нем хватит портал для подключения различных датчиков но для робота нужно будет подключить драйвер питания как-то обеспечить это питание от аккумуляторов то есть нужно будет преобразователь делать и просто подключаться различными проводками это ну это колхоз на самом деле поэтому я собираюсь собрать отдельную плату расширения для arduino uno конкретно для этого робота все файлы будут находиться в открытом доступе и вы их можете скачать и собрать свою плату и чтобы модуль был универсальный я хочу в нем видеть следующие первое это независимое управление четырьмя электродвигатель почему 4l потому что данный проект я буду использовать и в другом роботе и чтобы мне несколько раз не переделывать расширение я просто сделаю одно большое универсальное второе я хочу подключать bluetooth модуль чтобы я мог управлять либо с телефона либо с компьютера данного робота третье сейчас многие устройства работают по передаче данных айту си и чтобы облегчить процесс коммутации просто сделаем несколько портов на плате чтобы мы могли сразу подключать готовые устройства четвертое я хочу обеспечить питание для всего робота от аккумуляторов но здесь есть маленький нюанс смотрите в основном двигатель используется двух типов это либо 5 вольтовые либо 12 вольтовая но 5 вольтовые вы не будете запитывать 12 вольт ну потому что он на это не рассчитан вы можете спарить но нужно будет сделать хитрую систему в которой можно будет переключать управляющие напряжение либо 5 вольт либо 12 но вот такой план у меня друзья в следующих видео я уже расскажу как сделать расширение для arduino в дизайнере закажем платы сделаем электросхему посмотрим как она работает соберем робота полностью в следующем видео это получается будет уже третье видео мы будем писать программу под управление и потом попробуем решить какие-нибудь задачи из робототехники скажем движение по линии или как-нибудь задействуем дальномер чтобы робот ориентировался в пространстве и на этом все друзья не забывайте подписываться на канал так я буду знать что данное видео вам интересно и тему робототехники вообще заходит оставляйте комментарии под видео будем общаться и разбирать новые темы пишите то что вам интересно попробую ответить на все ваши вопросы пока